Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется вот такой корпус. В моем случае это корпус от советского разветвителя телевизионного сигнала. Для удаления различного рода неровностей, а также для придания корпусу более эстетичного вида, прохожусь наждачной бумагой по его краям. Более значительные повреждения удаляю с помощью напильника. Недостающие составные элементы корпуса изготавливаю из пластика для лепки пластилина. Пластик довольно твердый, существует разных цветов, очень удобный для различных самоделок. Легко и быстро режется с помощью обыкновенного резака. Для того, чтобы закрепить боковые стенки, фиксирую их с помощью клея. В одной из торцевых крышек сверлю отверстия для установки органов управления. Также по центру с помощью перьевого сверла сверлю большое отверстие диаметром 25 мм. В отверстие устанавливаю вот такой микроамперметр. Далее отрезаю от телескопической антенны, бывшей, небольшой отрезок. С помощью плашки 2 мм. нарезаю соответствующую резьбу на данном отрезке. Устанавливаю полученную антенну и фиксирую ее с помощью соответствующей гайки М2. Для того, чтобы не затягивать видео, весь монтаж я произвел за кадром. Все очень просто, справится любой, даже самый начинающий радиотехнический монтажник. Для чего же предназначен этот девайс? Данный прибор предназначен для поиска скрытой проводки. В чем его главное преимущество? Главное преимущество заключается в том, что имеет место возможность изменения чувствительности. Соответственно, эту самую чувствительность мы можем вручную выбирать и благополучно находить электрическую проводку вне зависимости практически от ее глубины расположения. Схема абсолютно идентична той, которой мы собирали в предыдущем видео, поэтому никаких пояснений особо она не требует. Вот такое чудо-устройство. До новых встреч. Жму руку, но посрам. Пока.